ПЕСНЯ Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Не зря звучала эта песня, потому что в первую очередь сегодня поздравляю тех, для кого не пустой звук праздник, день Советской Армии и военно-морского флота. В первую очередь поздравляю именно с ними. Я знаю здесь очень-очень много, наверное, подавляющее большинство тех, для кого это не пустые звуки, не пустые слова, не пустое наименование. Я как-то вот думал, почему для меня дорог этот праздник. Посчитал. Я служил в Советской Армии, служил в Белорусской Армии. Получилось по календарям ровно, пополам. А потом что-то я вот прикинул и понял, что служил в Советской Армии гораздо дольше, со своего самого рождения. Потому что с самого рождения я жил там, где служил мой папа, куда бросала судьба моих родителей по гарнизонам Советского Союза необъятного. И кроме как Советской Армии я больше ничего не видел. Иногда мы выезжали на Большую Землю, в Питер, откуда мама родом, или в Горьке, откуда папа родом. Я возвращался в Казахстан, к примеру, и хвастался одноклассникам, что я видел молоко в треугольных пакетах. У нас только из-под коровы было казахов, мама где-то брала, и я его очень не любил. Еще я говорил, что я ел батон, потому что у нас была солдатская пекарня и был только черный хлеб. Вот это все была Советская Армия, и это очень теплые воспоминания именно о том времени, когда нашу армию, наши вооруженные силы уважали, если хотите, боялись. Ну, я думаю, что сегодня как-то в каком-то виде, в каком-то приближении эта ситуация уже начинает возвращаться. Дай бы Бог, чтобы так и было. Сложный, конечно, и, наверное, вряд ли в том объеме, в каком это было, в тех позициях, но, тем не менее, еще лет 10-15 назад мы даже как бы не думали, что получится так, как сегодня. Было как-то совсем все печально. Ну, ладно, у нас сегодня как-то, я вспомнил этот великий фильм, где Кузнечик говорит, сегодня вторая эскадрилья приглашена на вечерние посиделки к нашим соседям. Я, в общем, хотел бы, чтобы вы это воспринимали действительно где-то примерно так. Да, у нас праздник, но у нас действительно посиделки, потому что, ну, праздник, для меня дорогого стоит, что вы сегодня сюда пришли, что вы не дома сидите, не в каких-то компаниях там у друзей, соседей или где-то в ресторанах, а пришли именно сегодня здесь вот пообщаться. У нас действительно вот такие посиделки в честь этого замечательного праздника. Конечно, я всегда говорю, песен у меня не очень много веселых, и, наверное, больше все-таки каких-то таких относительно серьезных или даже грустных, но как есть. Все равно, я думаю, что вы сегодня будете улыбаться, и мы неоднократно поднимем рюмочку за нашу советскую родину и за нашу Красную Армию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И вновь носит вдаль Моя судьба Дорога Приют мой в тех местах, Где бросил я фуражку, Где сохнет на гвоздях Промокшая рубашка Мой цвет один защитный Мой спутник-автомат Лишь он надежный щит мой Да несколько гранат Мне надоело по миру носиться Мне часто сон один ночами снится Открыл я дверь, устал, улыбнулся И прошептал я тихо Мама, мама, я вернулся Мне надоела пляга С водой и с коньяком Подай-ка лучше, мама Мне кружку с молоком Я возвращаюсь в дом Как с улицы котенок Не воевать потом А здесь я как ребенок Вы можете спокойно Гулять хоть до рассвета Быть может где-то войны Но это только где-то Хранят вас наши руки Нас не судите строго Ведь нам одни разлуки И вечная дорога Мне надоело по миру носиться Мне часто сон один ночами снится Открыл я дверь, устал, улыбнулся И прошептал я тихо Мама, мама, я вернулся Опять стучат колеса И считаю километры Меня по жизни носит Дорога разбитых Ветры на автомат осталь Надеюсь, как на Бога И вновь и вновь и вдаль Моя судьба дорога Моя судьба дорога Моя судьба дорога Спасибо Раз в году, наверное, пою эту песню 23 февраля Это очень старая вещь Которую я написал Еще будучи курсантом Военного училища Мне кажется, это достаточно Может быть, примитивно Не знаю Тем не менее Кстати, это была первая песня Которую я однажды Будучи то ли лейтенантом То ли старшим лейтенантом Услышал на вокзале На перроне Уколо путей стояли Какие-то курсанты С гитарой Советское время И они пели эту песню Я был такой гордый И, ну, просто чудом Я не подошел И как-то лягушка Это я, это я придумал Вот Февраль месяц Неделю назад У меня был концерт в Минске Ровно 15 февраля Военные знают И не только военные Что это за дата Это годовщина вывода Советских войск Из Афганистана Вот это, наверное Первая самая такая Шумная война В истории советской армии Шумная в том плане О которой много говорили И даже на сегодняшний день Продолжают говорить Которая действительно засела В сердце Ну, я даже не побоюсь бы сказать Народа Нашей страны А вот о тех, кто прошел Афганское вот это И небо И земли И горы Это осталось на всю жизнь Ну, поэтому, наверное Как-то не могу обойти эту тему И исполнила следующую песню Ну, с приказами конец И моей войне конец Я живой и не остался Я в долгу Надоели мне юга Здесь прострелена нога Я смотреть на эти горы не могу Я, наверное, устал Я свое отвоевал До Москвы попутный борт Меня возьмет Да поеду на вокзал Я с войною завязал Я на север еду Вряд ли все Кто поймет Через каждую версту Я всю фляжечку карту Паровоз кричал ту-ту Поезд шел Да поезд шел На Воркуту С ним ругались А в блокноте адресок И пульсирует висок Я не знаю, как же мне туда войти Убедать чужую мать И про сына рассказать Как на той войне сошлись у нас пути К ней и так уже свинком Приходил сам военком И заученную скорбно Мол, вел речь Мол, сынок у вас герой Из-за родину горой Но простите Не смогли его сберечь Через каждую версту Я всю фляжечку карту Паровоз кричал ту-ту Поезд шел Поезд шел На Воркуту С ним ругались целый год Он был парень еще тот Я чужтою под арест его Гудбай Он не брал под козырек И патроны не берег Ни путевый был И в общем раздолбай Он колючий был, как еж И чужтох потолстых нож И без повода Порой сегматом крыл Он был просто в рядовых Но в горах на боевых Молодку летой меня с собой закрыл Мир на век сошел с ума На душе стоит зима И меня пора, наверное, в музей Я смертельно одинок А медаль и орденок Не заменят мне погибших там друзей Сердце больно бьет тик-так Я себя сожму в кулак Я ведь стрелянный по жизни воробей Хоть Россия велика И дорога далека От себя не убежать Хоть убей Через каждую версту Я всю в бежечку горду Поровоз кричал ту-ту Боезд шел Да, боеезд шел На воркуту Третья песня Я всегда ее пою, вы знаете, в памяти тех, кого с нами нет Тех, кто ушел в последний полет На последнее задание К сожалению, всегда говорю, что Так было, есть и, к сожалению, будет Потому что летная работа, она Предполагает вот Такую возможную судьбу Мы сегодня встречались здесь Вот в зале до концерта С многими Друзьями Вспоминали Для тех, кто даже недавно Ушел на это последнее задание К сожалению, в конце там Прошлого года Это было два Очень серьезных вертолетчика В 55-м вертолетном полку В Кореновске И не только Я всегда думаю, какую песню спеть Ну, сегодня все-таки я решил, наверное, более традиционно сделать Это Песня памяти Игоря Ткаченко И всех летчиков, ушедших на последнее задание Я потом скажу, почему я сегодня успел Ну, вот и все На новом месте служба Разбор полетов с главным Будь здоров И хоть я жил порой не так, как нужно Отправился уже к нашим Но суров Здесь главный исключительно суров А встретили зачет На все пять баллов Кто был мне на полетах Прибежал И даже сам Валерий Павлович Чехалов При встрече Крепко руку мне пожал Огнем И крепко руку мне пожал Но главное Я снова здесь летаю Ясно как Отсутствует металл Хоть крыльев за спиной не наблюдаю Летаю Сколько в жизни не летал Летаю Как при жизни не летал Здесь поздно в полете Бывать осторожным На все виды допуски Даже на сложных Мы стали здесь все Не настолько безможны И нам уже можно Теперь уже можно Летать И без границ Нам открыты Любые районы И небо сюрпризов Для нас Здесь уже не таит Но как же мне хочется Выпить Стакан Тот Граненый Что с хлебушком черстым У фото со мной стоит Мы живы Хоть оплаканы родными Нас радует здесь небо Холодок Не ранят А где-то между ними Невидимый военный городок Заоблачный военный городок На рай мы по заслугам Не проходим А вот Нам и самим-то не резон Забор, казарма Капоквай на входе У нас отдельный Летный карнизон Для летчиков Отдельный Карнизон И главная Одна на всех Задача Летать с живыми Здесь по небесам Стараться уберечь Парней Иначе Всем плохо Коль они приходят к нам Ой, плохо Коль они приходят к нам Здесь поздно в полете Бывать осторожным На все виды допуски Даже на сложные Мы стали здесь все Не настолько безбожные И нам уже можно Теперь уже можно Летать без границ Нам открыты Любые районы И небо сюрпризов Для нас Здесь уши не таит Но как же мне хочется Выпить А стакан Тот граненый Что с хлебушком черствым У фото со мной стоит Вне возраста Все летчики в полете Равны все Летеха и главком С Диснестером С Гагариным В почете И Уточкин С отецким И Маркома А Вася Сталин Ну тот особняком Шумит нам Происправность Все им отчасти При папе Мол за это под расстрел Наверное Грузин здесь прав Отчасти На днях он Целый борт Опять сгорел И новый экипаж Прилетел Теперь сам Я здесь таких встречаю На входе Гарнизонном КПП Я здесь за подготовку Отвечаю В соответствии С небесным КПП Здесь курс другой Небесный КПП Здесь поздно В полете бывать Осторожно На все виды допуски Даже на сложном Выстали здесь Все не настолько безбожны И нам уже можно Теперь уже можно Летать без границ Нам открыты Любые районы И небо сюрпризов Для нас Здесь уже не таит Но как же мне хочется Выпить Стакан Тот граненый Что с хлебушком Черствым Мол фото Со мною стоит Как же мне хочется Выпить Стакан Тот граненый Что-то с гребушком Черствым У фото Со мною стоит Нам уже можно Нам уже можно Теперь уже можно Нам уже можно Для меня сложно Для меня сложно было Спеть эту песню сегодня Потому что В зале Мои очень близкие друзья Это Галина Ткаченко Жена Игоря И сын Русский видишь Игорь Ткаченко Тот, который сегодня Продолжает Делаться Очень здорово Продолжает Ребята, спасибо Что вы пришли Дорогие мои И очень много Пришли Из тех Кого я Очень бы хотел Здесь видеть Да я всех Хотел здесь видеть Следующая песня Вот Ну я упомянул Об годовщине Вывода Из Афганистана Ну вот В Беларуси Я точно не помню В России тоже Эта увязка В этом есть Но точно Не скажу 15 февраля Это Как сказать Как день Города Войск из Афганистана Там Ну праздник Интернационалистов У всех Кто участвовал В войнах И конфликтах Которые Проходили За рубежом Я не помню Как у нас Это точно называется Но действительно Там у нас На острове Слез Собираются люди Которые Говорили Ну Я не покорячусь Если скажу Черт знает Потому что Ну Около Полусотни Стран Где Советский Союз Впоследствии Россия Принимал Участие В каком-то В том или ином Виде В боевых действиях Сегодня Это тоже Происходит Об этом Поговорим Я даже помню Нашего преподавателя Тактики Училища Полковник Журавлев Все время Мы такие Все в зеленой форме А он такой В черной Морской пехоте Полковник Маленький Нагонял Нагонял Нас Как Вообще Не знаю Десять километров Пробежим С оружием И он тоже Говорит Хорошо А мы такие Он только в Африке Воевал В пяти странах Оказалось Тогда об этом Не очень принято Было говорить Так вот Насчет Африки Следующая песня Это песня Моего очень близкого Близкого друга Он живет в городе Лида Где я начинал Свою службу Лейтенантом Это Сергей Герасимович Он воевал В Мозамбике В 87 году Там где-то Был военным Переводчиком Так же Как и его Однокашник Сергей Зенченко Он воевал Военным переводчиком В Анголе Именно воевал И Ну вот Я почему Зенченко Сергей Автор Вот этой песни А другой Сергей Зенченко Он дизайнер Всех моих дисков Диски кстати Там сегодня продаются Все те же старые Но тем не менее Он дизайнер И мы как-то С ним общались Мы в Минске Недалеко друг от друга Живем И спустя Вот ну уже Вроде друг друга знаем Черт знает сколько Он говорит А вот Ну вот мы когда В Анголе были Мы с соседями Были с нашим Самым главным Начальником Такой мужик Интересный Был С более Такой Совершенно неожиданной Фамилией Кук Вертолетчике Я думаю Насторожились Это был именно Тот Кук старший Он тогда был Военным советником И так вот получилось Да Что я в прошлом году Их Ну как сказать Не то что вновь Познакомил А свел И вот Ну надо же Насколько мир тесный И сегодня Там в Анголе Военным советником Тоже мой Очень близкий Хороший друг Один генерал Не знаю Не буду называть его фамилию Летчики его знают Мало ли Может нельзя Да Ну песня Вот на эту тему Это южное полушарие Там другие созвездия Если у нас Главное Образно говоря Большая медведица То там Южный крест Ну и песня Так называется Над головой Южный крест Совсем Не русское Созвездие Сюда доходят Редко вести Из белорусских Наших мест Несчадно солнце Спины сжет Мы скоро станем Местным братья Пока нас делят Только платья Консервы И большой живот И будет снится Нам года Свинина В соусе Котлета У нас Щадящая Диета Три пайки риса И вода Экзотика Хоть волком Вой Да нет волков Здесь и в помине Кругом слоны И мандарины И мандарины Он кокоса На пальме Но он висит Бесплодным камнем Его срывать запрещено По вечерам Письмо жене Мол, жив здоров И все спокойно А на столе Лежит обойма И на войне И на войне Как на войне И на войне Как на войне Над головой Южный крест Совсем не русское Созвездие Сюда доходят Редко вести Из белорусских Наших мест Из белорусских Наших мест Из белорусских Наших мест Спасибо Но если кто-то Смотрел На сайт Нашего замечательного Вот этого заведения Гнездого Харя Собираясь на этот концерт То конечно же Видели название Этого концерта Заведение его само Как-то так вот Определяет И я скажу За те долгие годы Сколько я здесь выступаю Они как-то не ошибались Ни разу И меня всегда удивляло С чего они вот Именно вот считают Что концерт должен Называться именно так Сегодня концерт называется По их определению Мы гвардии летающая стая И я думаю Что мы действительно Вот эта вся вот Эта гвардия Которая здесь собралась Это действительно гвардия Которая неравнодушна Ко всему что летает Все кто хотят летать И самое неожиданное Для меня что сегодня Очень Для меня неожиданно Здесь появились В этом зале Те кто действительно Летает И те кому посвящена Песня Которая стала Названием Сегодняшнего концерта Это Наша замечательная Кубинка Пилотажные группы Стрижи и Русские Витязи Да Они не смогли сюда Прийти в полном составе Но Где-то там Я знаю Находится Сергей Лещеглов Командир Пилотажной группы Русские Витязи Немножко по другому Чем раньше Поэтому я не всех вижу Практически никого не вижу Знаю где-то вот там По определению Должен находиться Заслуженный военный Летчик России Полковник Заместитель Начальника Центра показа Авиационной техники И ведущей Пилотажной группы Стрижи Сергей Осяйкин Есть на этом Аплодисменты Просто есть Разоблодисменты На раздавок Значит есть Вот Люди которые для меня Очень близки Я бы не стал Говорить там По духу Какому-то авиационному Просто Ну вот с годами А это уже Очень долгие Годы долгие Но они Мне как родные Для меня Большая честь Что Они говорят Ты вообще наш Вот Ну собственно говоря Ну о чем говорить Вот эта песня Которая сегодня Названием Нашего концерта И является Раз Два Три Нас сравнивают С птицами Пустое Нам просто жить Без неба Не по вкусу Мы на земле На временном Постое А птиц Решают делать Все по краю А срыв потока Это лишь поток А срыв Нам не сорваться Главное Летая Мы гвардии Летающая Стоя Стоя Летающая Стоя На срыватных странах Ждут аэродромы На полную везде Работать будем И после Как всегда Вернемся К дому А тех Кто не вернулся Не забудем Квартийский полк На веки Наша память Иван Никитичка Ждуб Он с нами Вечно Дай бог Успей Нам в небе След Оставить Ведь Летный век До пули Скоро течен И распуска Могритнем Вам До встречи Та-да-да-да-дам Та-да-да-да-да Вращенья боев В строю застыв Нам разрешают делать Все по краю А срыв потока Это лишь поток, а срыв Нам не сорваться Главное летая Мы гвардии летающая Стоя Гвардийская летающая Стоя Мы гвардии летающая Стоя Спасибо Я просто рад, что они сегодня пришли Потому что Я их все время вспоминаю На том мероприятии Которое будет через 3 месяца Здесь, 8 мая, этот концерт Традиционный, ко Дню Победы И мне всегда некоторые Есть люди, которые сюда приходят И спрашивают насчет тех, а кто придет сюда Ладно, я даже скажу сегодня Самое большое количество вопросов было Придет ли сюда Светлана Владимировна Копанина Вон она, где-то там есть Света, милая, дорогая Спасибо, что пришла Семикратная абсолютная чемпионка По высшему пилотажу Чемпионка мира Я уже все остальное не буду говорить Потому что мы можем до конца концерта говорить Вот, она только сегодня прилетела в Москву И говорила, мол, я не знаю, успела или нет Она успела Светка, спасибо, что ты пришла Мы сегодня с тобой еще обо всем поговорим Я думаю, что ты еще и на сцену выйдешь Вот И также очень многие интересовались И интересуются А будут ли русские викизи, стрижи И вот 8 мая, я всегда говорю О чем вы говорите 8 мая Они сегодня все спят Может, я немножко кривлю душой Но они реально, в общем, где-то так готовятся 9 мая Поэтому, ну вот, я думаю, что многие из тех, кто сегодня здесь присутствует Будут на этом концерте, который состоится Ко дню победы И мы тут И выпьем, и помолимся за то, чтобы И погода не подвела И мужики сделала И все как надо И прошли над Красной площадью В этом году это будет 150 бортов Просто, ну, такого никогда не было Дай бог, чтобы все случилось Так, как это надо Штатно Не знаю, я очень забегаю вперед Вот Я, наверное, несколько бессистемно говорю за микрофоном Везде есть такое Следующая песня Я вот сегодня очень многих поздравлял И по телефону Меня очень многие поздравляли Я все время как-то удивляюсь Говорю, 23 февраля у меня гораздо больше звонков Чем день моего рождения Многократно заряжаю телефон Это начинается с ночи Потому что Дальний Восток У них там утро Когда у нас ночи Они начинают звонить Вот И иногда Удается дозвониться Меня тем И причем с годами Это все сложнее и сложнее Кто находится немножко южнее Те, кто сегодня Вот я и в интернете писал Что всех поздравляю С этим сегодня праздником И в первую очередь Тех, кто сегодня охраняет Наше мирное небо Его можно охранять не только здесь Но гораздо дальше Вот И военные это понимают В первую очередь Если кто-то думает Что Непонятно, почему Наши летчики И не только летчики Далеко не только летчики Находятся На южных каких-то там Местах Я думаю Те, кто сегодня здесь В зале Они это понимают Для чего это делается Вот Я, конечно, им желаю Чтобы они все вернулись Чтобы И я знаю, что в зале Здесь есть те люди Я просто персонально Многих знаю Но не буду называть Потому что все равно У нас идет запись какая-то Сегодня прямой трансляции нет Вот Но она все равно появится Когда-то там в интернете Есть определенные правила Но мы о них помним И дай бог им здоровья И дай бог, чтобы они все вернулись У нас на родине ветерей А здесь погода на заказ И многозвездный наш отель А апартаменты Экстра-класс Удобства снаружи Бывало и хуже Мы пришли Мы пришли И дали мастер-класс Мы делаем здесь то Чему учились Все годы на занятиях И учениях Буржую не хотели Но случилось Мы в деле По прямому назначению Нам в этом не пинета Этикета Сюда не отдыхать Пришли не в гости Мы днем и ночью Бомбы и ракеты Вхолачиваем в цели Словно гвозди По самому Прямому Назначению Здесь каждый вылет боевой От напряжения Кипиш Кабина Словно Дом родной Вот столько Жаль И не поспишь А хочется Очень Особенно Ночью Которой Месяц не до сна И не уйдешь На бюллетень По распорядку Здесь война Что день Что ночь Рабочий день Здесь все Напределен Назначены Цели Мы в нужный час И в нужном месте Выпадем с небес И сразу станут цифры Вести Духи Всего крест Прицельные марки Гонки Крестик Вмиг на них Поставить Жирный крест Мы делаем здесь то Чему учились Все годы На занятиях И учениях Буржуи Возмущались Но случилось Мы в деле По прямому Назначению Нам в этом Не пинета Этикета Сюда Они отдыхать Пришли Не в гости Мнем и ночью Бомбы И ракеты Втолачиваем Цели Словно гвозди По самому Прямому Назначению И вероятные друзья Нам скажут просто Very good Летать по многу Им нельзя У них нормированный Труд Им бедным Несладко Жить По распорядку К смертям Уже не привыкать С годами стали Мы грубее Два раза нам Не умирать Но не привыкнуть Хоть убей нам жить В половину И к выстрелам В спину Минует нас По воле фарк Смерти Холодок Года спустя Полетной карты Выцвевший листок Напомнит нам До боли ярко Ближний Но далекий Столь Восток Мы делаем Здесь То Чему Учились Все годы На занятиях И учениях Буржуи Были против Но случилось Мы в деле По прямому Назначению Нам в этом Не пинета Этикета Сюда Не отдыхать Пришли Не в гости Мнем и ночью Бомбы И ракеты Вхолачиваем В цели Словно Гвозди По самому Прямому Назначению По самому Прямому Назначению По самому Прямому Назначению Спасибо Ну не уходя Далеко из тех мест Не все же так В общем-то Сурово 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 Хотя Интересные там Вещи Происходят Иногда Я Могу рассуждать На эту тему Потому что я За вот этих Уже Дожди Выдаешься Три с половиной Года Даже наверное Чуть-чуть больше А нет Четыре с половиной В Конце сентября Будет Ровно пять лет Как наша группировка Там работают Честно говоря Не верила Что это все Затянется Настолько Но К сожалению Так И сегодня Там вообще Обстановка Такая Обостренная И Ну не знаю Может я такой Военный И ненормальный Я иногда Ночью Дома Просыпаюсь И нервничаю Ну честно Говорю Потому что Очень много Близких И знакомых Мне людей Там находятся Я 15 концертов Там дал За эти годы И Самые Большие Впечатления Были Именно После Крайней Поездки Вот Ну собственно Говоря По этому поводу Следующая Песня Как это у нас Пишут В кинофильмах Основана На реальных Событиях Все Фамилии События И Персонажи Имеют Совершенно Случайное Сходство Возможно Упоминание Употребления Спиртных Напитков И Демонстрация Курения Табачных Изделий Ну короче 18 плюс Песня Называется Неотправленное Письмо Или Маша 2 Эпиграф Известившего Фирма Обратно Пишу вам Любезная Екатерина Матвеевна Поскольку Выдалась Свободная Минутка И Разнижился Я на горячем Солнышке Как будто Наш Кот Вайск На завалинке Сидим На песочке Возле Самого Синевого Море Ни в чем Беспокойства Не испытываю Солнышко Здесь такое А в глазах Бело Еще хочу Сообщить Вам Дизлокация Наша Протекает Гладко В обстановке Братской Общности Соглас Идем Себе по пескам И ни о чем Не вздыхаю Так что Вам зазря Убиваться Не советую Напрасно Это Занять Привет Моя любовь Родная Маша Сижу В роскошной Кимбе У оконца И Как Товарищ Сухов В белом Солнце Пишу Тебе В уме О жизни Нашей Привет Тебе Моя Родная Маша Здесь Точно Солнце Белые Пустыни Живем Спокойно Иногда Летаем А так Все Загораем Отдыхаем Здесь Апельсины Вкусные И дыни И солнце Маша Белое В пустыне Как лагерь Пионерский Распорядок Кино Концерты Всякие Артисты Уютно Здесь Спокойно Все И чисто Полиция Следит Чтоб Был порядок Вот Лишь Война Не любит Распорядок На Женщин Я Ни Ни Хоть Обозваться Медсёстры Маша Могут Здесь Пороже Отряд их Медицинский Огорожен И те же Не обманываю Братцы Забор Такой Что К ним Не подобраться Па-па-па-па-па-па Па-рам-па-ра Папа Не подобраться К ним Никак Здесь Не устроить Ужин Со Свечами Шалят У нас Тут Маша Бармале И так Не спим А эти Блин Злодеи Игрушки Запускают К нам На чабе Со всякими Опасными Вещами Жаль Ночью Поднимают Вот Засада Когда Кому-то Станет Слишком Жарко Когда Нам Срочно Грузятся Подарки И мы Их Разгружают Там Где Надо За это Где-то Раздают Награды Награды Где-то Выше Ожиданий Они Для тех Кто на день Прилетают Построят Пошумят Повоспитают И Дырочку на грудь Без Калибаней А мы Привозим Дырочки Заданий У нас Вчера Здесь был Концерт В ангаре Анисимов Напел Про нас Немало Мужик Прикольный Только В плен Попал он Полиция Здесь Как всегда В итаре Нашли Там у него Коньяк В гитаре Па-па-па-па-па-па Па-па-па-па А у меня Бы Не нашли Артиста Где-то Заберли Поспешно Нам указали Место По секрету Стояли Насмерть Красные Береты Но был Певец Свобожден Конечно Прошла Вся операция Успешна Потом Разборки Словно Мы из НАТО По полной Все По шапке Получили Но главное Артиста Мы Отбили И значит Он еще Споет Когда-то Ну а пока Нам Вновь Лететь Куда-то Одну команду Дать Войне Подставить Налить борща И выпить Чарку Водки И на закуску Эй С лучком Селедки И песенку Про летчика Поставить Мне Это Маша Трудно И представить Привет Моя Любовь Родная Маша Сижу В роскошной Кимбе У оконца И Как Товарищ Сухов В белом Солнце Пишу Тебе В уме О жизни Нашей Привет Тебе Моя Родная Маша Интересно Даже Что мне Некоторые В интернете Написали Они Семен У тебя Могут Из-за Этой Песни Быть Проблемы Однажды Среди Вот этих Моих Полетов Туда И Выступлений Я выступаю Перед летчиками И Прилетаю Я И Встречает Естественно Меня Вообще Мой Очень Близкий Друг Он Где-то Здесь Находится Вот И Он Меня Возит Будучи Серьезной Относительной Должностью По Стоянкам Летным Я выступаю На аэродроме Приезжает Вернее какой-то Майор А почему Что вы здесь Делаете Вы должны Выступать Перед моряками На Военно-морской Базе Тартус У меня Нет песни Я моряк У меня Есть песня Я летчик Вот У вас Будут Проблемы Ну Вот Мой Близкий Друг Сережа Я скажу Что здесь Сергей Соков Его все равно Все знают Комментирует Макс И Сегодня Мы уже Не в Кубинке А в Более Других Крайках Более Западных Вот Вас сюда Больше Не пустят Я говорю Да это Командующий Об этом Сказал Ну Командующий Может и сказал Меня сюда Все равно Привезут И так дальше И было Меня туда Возили И возили Вот Хотя конечно Вот Крайний раз Вот о чем Эта песня Я сказал Все ребята Мне хватит Я сюда Больше Не прилечу Меня очень здоров Там встречали Авиаторы И вот Ну такая Действительно Была ситуация Более чем Странная И непонятная Ну вот Уже прошло В определенное Время И я думаю Так Пора Не ну действительно Там просто Вот Ну Работают Работают Те Кого надо Поддерживать Потому что Они делают Большую работу Это не высокие слова Это Это опасная работа Особенно сегодня Если кто-то видел В интернете Пускали по ЗРК Там по СН-24 Который На низкой высоте Шел И уходил От этой ракеты Если кто-то знает К сожалению Там опять же месяц назад Пять человек погибло Из спецназа ФСБ Вот И Это все непросто Опять же Возвращаясь К этой Авиационной работе Она разнообразная Она везде опасная Следующая песня Я просто Ну я ее планировал петь Должны были приехать Мои друзья Сегодня сюда Но И у военных И даже не очень военных Вернее совсем не военных Те кто летает У них работа такая Что Сегодня Он думает Что он Придет на концерт Канисиму А завтра он пишет Тоже нас отправили Следующая песня Я помню На прошлом концерте Я думал спеть Будучи уверенным Что мои друзья Сюда пришли Которые Ну Которых я сто лет Не видел Левые Я вас вижу Вот Мне свет светит Но Они должны были быть На прошлом На прошлом концерте Сейчас вот здесь Анна и Олег Левы Это Ну Мои близкие Близкие друзья Летчик-испытатель Сегодня Туполевского КБ До недавнего Прошлого Самый главный По службе Испытание Бомбардировочной Авиации Глиц Олег Левой Вот Ну спасибо Хотя бы ты один Сегодня здесь Представляешь Категорию Летчиков-испытателей Которые Вот Хотели Особенно Милевцы Ну правда Их большая делегация Была на прошлом концерте Вот и сегодня Соберились А вот Раскидали их Поэтому Тебе делегирована Эта песня Вот А ты уже там Всем остальным Сегодня В этом году Очень такая Серьезная Дата 100 лет Государственному Летно-исследовательскому Испытательному Центру В Ахтубинске Вот Будут большие Мероприятия Мина там В Ахтубинске Ну надеюсь Что я туда Пролечу По крайней мере Предварительно Вроде как бы Согласовано Это все дело Но это уникальная Скажем так Если можно так сказать С позволения Военной Обоинской части Уникальная организация Где Учат самолеты Воевать Летать И так далее Вот Уже на протяжении Действительно 100 лет Причем Ну так По архивным данным Это все началось Вообще в царское время Но об этих людях В небесную родитель Мы приводим их Как в саду детей Для них мы Как родители Куда уж ближе родней Мы словно воспитатели А не Побудтошкольный класс Они же Как испытатели Испытывают нас И в небесах Распахнут их Перемещаясь Вверх Вниз Играньями В шахматы Где жизнь Как будто Главный прельс И каждый раз Как первый раз Они бывают Здесь ничьи Они испытывают нас А мы Испытываем их Мы в небе Летать И работать Их учим В ответ Они тоже Нас Многому учат И хоть красота Есть и в солнце И в тучах Романтики мало Зато и не скучно И пусть золотые нам И горы предложат Молдарство за небом Мы точно откажем Летаем на всем Что летает И даже На том Что летать Пойти не может Болтают обыватели Что мы живем Как в масле Сыр Считают Сколько тратили И считают Что у ног Весь мир Молчат полна романтики Благоволит Удача нам И деньги Словно фантики Швыряем Мы по сторонам Не объясните Вы таким Что не измерить Кошелек Когда Останется Родным На память Шлема И Орденок И в новостях Лишь пара Простаки Холодных И сухих Они испытывают Нас А мы Испытываем Их Мы в небе Летать И работать Их учим В ответ Они тоже Нас Многому Учат И хоть Красота Есть И в солнце И в тучах Романтики Мало Зато И не скучно И пусть Золотые Нам горы Предложат Полцарство Санеба Мы точно Откажем Летаем На всем Что летает И даже На том Что летать Пойти Не может По краю Наставлен Не ходим Вот еще До края Найти Чтоб не было Сомнений И возле Ты мог Сказать Лети Любимому Ребену Что за годы Научил Ты жить И в лебеде Утенка Смог Как в сказке Превратить А после Детей Новые Которые Силеней Умней Старктивые Рисковые Нету Вновь Для нас Родней И снова Непослушный Класс Перед уроками Прийти Они Испытывают Нас А мы Испытываем Их Мы в небе Летать И работать Их учим В ответ Они тоже Нас Многому Учат И хоть Красота Есть И в солнце И в тучах Романтики Мало Зато И не скучно И пусть Золотые Нам И горы Предложат Мол Царство За небом Мы точно Скажем Летаем На всем Что летает И даже На том Что летать Пойти Не может Мы в небо Летать И работать Их учим В ответ Они тоже Нас Многому Учат И хоть Красота Есть И в солнце И в тучах Романтики Мало Зато И не скучно И пусть Золотые Нам Горы Предложат Полцарства За небом Мы точно Откажем Летаем На всем Что летает И даже На том Что летать Пойти Не может Я еще раз Скажу Олег Левый Ну хотя бы Один Он сегодня Представляет Летчика Распитателей Кстати привет От Филатова И всей Огромной Компании Ваши Нет Вам привет Вам привет Они неделю назад У меня были Все на концерте В Минске Ну Насколько Можно Они из Украины Приехали Из Москвы И Беларуси Вот То есть Ваш выпуск Вот Ну Возвращаясь Опять же К тем Моим друзьям Которые Сегодня Приехали Из Кубинки Мужики Спасибо Мы Землю Толкнем И Небо Снова Обнимет Нас Своими Облаками Мы Верим Что Оно Сегодня С нами Спешим Навстречу Будто Дали Слово Пусть Метео Нам Тучи Обещает Оставим Снизу Все Дожди И Лужи Изнанка Туч Всегда Светла Снаружи Нас Небо Солнцем Как Родных Встречает Тут Жалко Что Ошибок Не Прощает Влюбленность В небо Ты Земля Прости Нам Мы Все Чуть Чуть Возможно Но Со Сдвигом Ведь Сросся Каждый Сушкой Или Мигом И Кровь У нас Наверно С керосином Нам Без Небес Как Без Воды И Хлеба Мы Не Сломались Как Нас Не Бросали Ведь Было Время Крылья Нам Вязали Но Вновь Наш Ромбик Носится Носится Небу Наш Ромбик Снова Носится По Небу Чуть Выше В небесах Инверсии Рощерк Там Там Мирный Говер Сквозь Дни И Ночи Несет Людей В Анталию И Сочи А Мы Как В школе Тренируем Почерк Выводим В небе Тексты Сочинений Фигуры Пишем А точнее Пашем И Где-то Снизу Смотрят Дети Наши Наверно Им Пока Недоволнений Мы Все Вернемся Вместе Нет Сомнений Влюбленность В небо Ты Земля Прости Нам Мы Все Чуть Чуть Возможно Но Заздвигом Ведь Сросся Каждый Сушкой Или Мигом И Крах Нас Наверно С керосином Нам Без Небес Как Без Воды И Хлеба Они Сломались Как Нас Не Бросали Ведь Было Время Крылья Нам Вязали Но Вновь Наш Ромбик Относится По Небу Наш Ромбик Снова Носится По Небу Мы На петле Вычерчивая Строим Местами Землю С небом Поменяем Но Мир Там Не Изменится Узнаем И Видим Как Дворцы Замки Строят Нам Не Придется Жить В Таких Хоромах На честь Свою Мы В Грязь Не Уронили Пусть Те Кто Снизу Свой Кусок Схватили Зато У нас Есть Небо Мы Здесь Дома Не Будет Нашей Жизни По Другому Влюбленность В небо Ты Земля Прости Нам Мы Все Чуть Чуть Возможно Но Создвигом Ведь Сросся Каждый С Сушкой Или Миком И Кровь Нас Наверно С Керосином Нам Без Небес Как Без Воды И Хлеба Мы Не Сломались Как Нас Не Бросали Ведь Было Время Крылья Нам Вязали Но Вновь Наш Ромбик Носится По Небу Наш Ромбик Снова Носится По Небу По Небу Время В небо ты, земля, прости нам, Мы все чуть-чуть, возможно, но со сдвигом, И сросся каждый сушкой или мигом, И кровь у нас, наверное, с керосином, Нам без небес, как без воды и хлеба, Нас не сломали, как нас не бросали, Ведь было время, крылья нам не соли, Но вновь наш ромбик носится по небу, Наш ромбик снова носится по небу, по небу. Никогда не забуду фразу, которая прозвучала когда-то здесь уже, наверное, лет 7-8 назад, Примерно вот при таком песенном раскладе, Друг раздался такой встревоженный голос, Николай Викторович, вертолетчики волнуются. Есть у меня сегодня здесь немало друзей, опять же, из вот этих виндокрылых, Или, как, допустим, эти летающие самолетчики их называют вертикальными. Вот, ребята, спасибо, что пришли, дорогие мои. Я, говоря вот, ребята, вы поймите, здесь сидят люди такие, которые, Ну, и постарше меня, они очень близкие мне люди. Вот, если я их так называю, это очень по-дружески, Потому что они мне дороги, и то, что прошли они, Наверное, невозможно было повторить другим. Ласточки летают над землей, Низко, значит, снова непогода, Мы уйдем же в небо здесь полгода, Значит, полтора, и я живой. Натрия умножается войной. Вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, Это значит, нам до цели близко. Крайней или последней этот раз. Нас Бог решит, мы верим, он за нас. И, конечно, верим мы в бою, В той, что никогда не подпадила, Кто-то называет крокодилом. Птичку, про которую пою, Ласточка, педнистую мою. Подтвердят нам трассер и расчет, Не ошибся летчик-оператор. Нынче он, как в фильме, терминатор. Все, что снизу убирает, валят. Наш привет, он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшно мог. Вранье! Нас пугаются не супулей, дурой, Отвечая всей номенклатурой, Птичка разметает воронье, Мы втроем поднимем у нее Душу винтокрылую свою. Вместе с нами ты не погубила, Обозвала же кто-то крокодила. То, что выручает нас в бою, Ласточка, педнистую мою. За спиной молотит пулемет, Бортовой наш парень не из робких, Обложился лентами в коробках, Пулеметный сам себе расчет. Бортовому общий наш зачет, Надпись, что опасно у хвоста. Даже дуракам ее смысл ясен, Нынче я действительно опасен. Горный край меня уже достал, К черту ж, в отъясные места. Все года, что вместе с ней в строю, Красотой меня с ума сводила. Что за дурик кличет крокодилам? То, что вместе с нами на краю, Ласточка, педнистую мою. Та-та-ра-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Словно сто разгневанных богов, Всю на нас обрушились крепость, Внеде, словно маленькая крепость. Мы ведем огонь из всех стволов, нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Перешно держу ее за ручки, словно в танце. Кружим мы вдвоем, мы танцуем танго! Под огнем, с той которой песенку пою, с той, что нас от смерти водила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою. Ту, что вручала нас в бою, ту, что вместе с нами на краю ласточку пятнистую мою. Браво! 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 Спасибо. Я, наверное, не успел всех увидеть, но очень близких два мне дорогих друга. Александр Николаевич Лишагин, Сергей Викторович Косяков. Вы поаплодируйте тем прославленным полковникам. Будет следует следует, что вручала армейская авиация, люди, которые ни одну войну прошли. Я смотрю, если сказать смертью в лесу, это будет даже немножко деликатно сказано. Надо же так, вот сегодня мне раздается звонок один, тоже вот от одного известного вертолетчика. Он говорит, ну ты же прилетишь на юбилей в Сызрин. В этом году 80 лет прославленному Сызранскому высшему военному летцу на муличею летчика. Два второго мая, надеюсь, соберемся. Собственно, ну продолжая эту тему, вот да, это песня, которую вы все знаете. Кстати, премьера состоялась именно там, на 70-летие, 10 лет назад. Там была какая-то такая концертная программа местных артистов и так далее. А я работал от телевидения, но я без гитары не езжу. И там был Царство Небесное Виталий Егорьевич Павлов, а он уже эту песню слышал. Мы с ним сидели, там, скажем так, в приватной обстановке. Он говорит, ну а ты же ее споешь тут. Я говорю, Виталий Егорьевич, я в концерте не запланирован. Тут есть музыканты, артисты и так далее. Ну, в общем, в итоге Виталий Егорьевич выпихнул меня на сцену, убедив всех, что это надо, и тогда вот эта песня до первого раза прозвучала. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Пахнет родно на высотах, взял я всех, живых трехсотых, три двухсотых. Я их принял под завязку в окропавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлепнулся, что я чудом увернулся. Я вернулся. Знать, судьба моя такая. Тридцать лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя ось. Не участвую в парадах. Что мне думать о наградах? На пределе мы износим. Я МИ-8. Я вернулся. Кто вскомандовал мне волен, а нахватал я пулю довольно. Ох, как больно. Справа блистер мне разбили. Права клахути не убили, не сцепляли. Капитан, что в левой чашке матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились. Потому что они разобились, возвратились. Знать, судьба моя такая. Тридцать лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя ось. Для меня замчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый наизнос. Я МИ-8. Я вернулся. А в салоне наследили. Пятна бурые застыли. Шлангом смыли. Где-то в полночь я проснулся. Капитан ко мне вернулся. Затянулся. К борту мне ладонь прижала. И ладонь его дрожала. Так устала. Говорил, что все в порядке. Гладил мне рукой заплатки. И заплакал. Вот судьба моя какая. Тридцать лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя ось. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам у меня носит я и в восемь. Я в восемь. Спасибо. Две недели назад, ну вот ровно две недели назад, у меня было два концерта в Питере. Я прилетел из Минска. Это было 6-7 февраля. 8-го я улетел на Дальний Восток. 9-го, вот две недели назад, я прилетел в Благовещенск. Несколько знаменитых товарищей и незнаменитых моих друзей сказали, ты что, с ума сошел, куда ты прилетел? А оттуда когда звонили, ну ты так что, ты к нам прилетешь, не страшно? Ну просто да. Граница с Китаем закрыта и так далее. Могу на эту тему долго рассказать. Такие у меня были проблемы. Я перед этим приболел. И думаю, если я прилечу в Благовещенск, у меня поднимется температура, я прилечу обратно. Меня в Москве на рамке с тепловизором просто снимут. И привет, товарищ Анисимов, спи 14 дней на карантине, отдыхай и прочай Минске. И вот этот концерт. В общем, это, конечно, было так. Ну, к счастью, все нормально закончилось, да. Но вот за долгие годы я дал второй концерт на авиабазе «Украинка». Я, причем, гораздо чаще туда летал, именно в Благовещенск, но там люди, именно вот в Серышево, они работают. Они редко сидят на земле, они летают туда, в Тихий океан. Они нервируют очень сильно Японию. Они все время там где-то крутятся. Японцы все время там, ну, не все время, но часто говорят, вот русские эти, российские медведи зашли в наши территориальные, вот наше воздушное пространство. Наши говорят, да нет, мы тут совершенно, там, в Италии нормальные. Они возмущаются, мы радуемся. Ну, и, конечно, не мог я не спеть эту песню. Да, ну, просто действительно приятно было, что я приехал, и у них именно, у них было предполетное, но следующий день полета, и они вот собирались. Концерт на час позже начался, потому что там эта железная дорога, транссит. Я понимаю, что звезда Анисимов должен выйти на пять минут позже начала концерта. Я шучу, конечно. Вот. Но я вышел через час, потому что замкомандира дивизии говорит, слушай, они там все стоят на переезде, эти поезда ходят, ходят, переезд не открываются, они не могут сюда приехать. Вот. И в конце концов, конечно, мы спели. Пройдет Лешка и напалет. На полосе корабль замрет. На исполнительном молитвах. Все по карте. Веды все восемь на упор, а разбега, триф, вираж, набор. А все проблемы мы оставим там, на старте. Маршрут проложим не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен гугл. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно лидерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только они на небе арке с трубой меди. И где-то в нанорских штабах шифровки строчат в паврыхах. Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Ну там тихий океан летают. Пролитый кофе обожжет, болтанка нас не бережет. Погода дрянь. И на роды рец вложатся светки. А в фюзеляже револьвер, он производство СССР. Сказали, что русская рулетка. И вместо радостных листей, кармана ложат про гостей. У плоскостей повельзнет пара супостатов. Они ведь тоже напроломы. Чуть не в блистерном крылом. Такие борзы, как правило из штатов. Но не изменит курс аборт. Хватит наглее наш эскорт. Мы посылаем их домой к любимым лете. И где-то в нанорских штабах тревогу бьют. И все в бегах пришли в Атлантику. Российские медведи. Пришли в Атлантику медведи. Жаль, в океане нет дороги. Он для нас как сеносток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх. А дианосец на волнах. А не найдем то все задание без толку. И крик. Я вижу, командир, вдруг разорвет немой эфир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал. Разнос устроен и оврал. А мы так счастливы. Маленькие дети. Качнет нам криками эскорт. Пошлят доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой. Лишь будут спорить меж собой. Когда опять придут в Атлантику Медведи придут. Ой, придут в Атлантику Медведи. Мы на свидание идем. Друг друга станкера найдем. И семь поток сойдет. Но мы поймаем понос. Хоть тяжело держать режим. Мы каждой тонной дорожим. А турпулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет гудит устав. Он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас. Но если дали нам приказ. Мы обязательно смогли. Ведь мы умеем. И экипаж просто смог. И пусть усталость валит с ног. Но мы так рады нашей маленькой победе. Что нас совсем не клонит сон. Не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики. Медведи пришли домой. Медведи. Идут в разволочку. Медведи домой. Любимые медведи. 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 Из такой авиакомпании. Петропавловская авиа. Она. Авиакомпания при золотодобывающем холдинге. Петропавловск. И приглашали. Первоначально это звучит странно. Выступить на 90-летие гражданской авиации Дальнего Востока. А 9 февраля день гражданской авиации России. Я когда прилетел на С7 выхожу. Девчонки стоят стердо все. Я говорю. Девчонки с праздником. А какой праздник? Я говорю. Я как-то больше в военной авиации. У вас сегодня, говорю, праздник. День гражданской авиации России. Ну и вот. И я когда в интернете там как-то это светилось, что я выступал вот именно на этом мероприятии. Мне звонит один товарищ и говорит. А что ты там гражданским ты пел вообще? Ребята, тем гражданским, которым я пел, они если сложат свои ордена в ведерко, то ведерко не хватит. Это авиакомпания, где работают в основном, ну практически не в основном, а вертолетчики. Возглавляет ее Михаил Степанович Сочнюк. Это четыре войны. И в общем он собирал туда всех, кто с ним воевал. И в Абонистане, и на Кавказе. И в общем-то действительно очень заслуженные люди. И поэтому я давно с ними дружу и езжу, всегда летаю туда с большим удовольствием. И пою, конечно же, военные песни. Но одна песня такая гражданская, она родилась именно благодаря им. Я ее здесь неоднократно пел, но вот именно они были виноваты в том, что она появилась. Это история шести или семилетней давности, которая потом обрела свое продолжение именно в этой песне, которая называется «Седьмой». Человек предполагает, а Господь располагает, не узнать дорогу наперед. Завернули нас с маршрута, плохо стало там кому-то. Мы кладем в верожек и рутолет. Как сто лет назад в Афгане, в правой чашке друг мой Ваня. Между нами Саня в портовой. И усталость трекозою над бескрайнею тайгою. Мы жужжим и фронт здесь грозовой. Где-то в прошлом пушки и танки, можно жить и на гражданке. Главное, чтоб только лишь летать. В мирном небе есть заботы, хватит нам и здесь работы. Ведь не всю жизнь нам воевать. Снова пашем сверху ручно, нам в больницу нужно срочно вывезти, как будто из тайги. И находим мы средь елок, богом врушенный поселок, домики, как бабушки-яки. Ветер сильный на посадке, и впервой нам все в порядке. Быстро фельдшер объяснишь потом, что аппендицит случился. Парень вон в живот вцепился. И девица тоже с животом. Мальчик-фельдшер слишком бледный. Первый раз летит он, бедный. Шестеро нас! Что тут поднимать? А когда-то было дело, приходилось под обстрелом взвод на бортом с Ваней принимать. Навсегда мне, Ваня, жалко тех мальчишек, что по волку мы перевозили за рекой. А теперь мужик в салоне, как трехсотый, тихо стонет. Об одном подумаем с тобой. Зная, все в порядке будет, парень точно не забудет. Это наш внеплановый полет. Что-то там ему отрежут. Будет жить в тайге, как прежде. Может, нас когда-то поменет. Нас на сяху, у нас девчонка. Голосит, ну так уж звонка. Саня, быстро, что там доложи? Командир, отходят воды. Перелетели это роды. Мы ж не проходили тренажи. Девка в воздухе рожает. Нас засветки окружают. Бедный пельджер проглотил язык. Примет санечка, младенца. Замотает в полотенце. Прокричит нам радостно. Мужик! Работяга наш Ми-8 От грозы нас всех уносит. И снова мы как будто на войне. С Ваней мы переклянемся. Знаем точно, что вернемся. Мы ж теперь обязаны в двойне. Человек предполагает, А судьба располагает. В этой жизни абсолютно все. Вылетали нынче трое. Нас маршрут потом удвоил. А в итоге прилетело семь. Вылетали точно трое. Нас умножили на двое. А в итоге прилетело семь. Та-па-па-па-па-па-па. Та-па-па-па-па-па. Патер парен, ну мужик. Та-па-па-па-па-па. Та-па-па-па-па. Браво! Тут что-то время летит, а? Ну ладно, такой гражданская песня тогда уже, военная, совсем военная. По ступкам пустам расплавленным Обратили источник бегства Под завязку и заправленным И подрешены все средства И датист сирена Воен! Напустили компанеры Пахнет в воздухе войною Значит, миру не до мира Миру явно не до мира Нынче, видимо, до ночи День тяжелый мне маячит Я не нож, но я заточен Под военная задача Коль ведь хоть большие лица Не нашли до мира повод Не смогли договориться Значит, я последний довод Я теперь последний довод И со мною наравне Эти двое, чтобы мне Время, чем на всех часах Только стрелкам не решить Сколько нам летать и жить Наши судьбы на весах Где там небеса? Где там небеса? Мы всех выключим, кто снизу Выключим тех, кто снизу Напоследь огнем и громом Огрызается поверхность Контингент сетам непромах Повышает нашу смертность И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро Я как будто сильно болен Кашель, жар, температура Кашель, жар, температура И отчаянно втроем Через небо напролом Как на рваных парусах Мы то вверх, то снова вниз На кону всего лишь жизнь Наши судьбы на весах Где там небеса? Живой, погонилый, убитый Хоть по мне глупили точно И орёт им чатяниты Чтоб на воздух вышли срочно Эти двое, как на меня Велика цена задержки Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки Не хватаются задержки Как хочу в эскадриле Даже если инвалидность Я не складываю крылья А меняю стреловидность Возвращаемся из боя Пусть мы еле волочёмся Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернёмся Обязательно вернёмся Мы вернёмся Вернёмся На войне, как на войне Даже если ты в огне Надо верить в чудеса Чтобы не было Держись И никогда не смерть, а жизнь Перевесит на весах Где-то в небесах Где-то в небесах Пусть Перевесит на весах Ну, сильно не разбегайтесь, мы дальше будем петь.